Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада вас видеть. Сегодня начинается необычное видео, очень долгожданный для меня процесс, но очень волнительный. Я начинаю марафон оформленных работ. В свое время я вам уже рассказала о том, что этот марафон пройдет не совсем так, как я его изначально планировала. Я думала, что перестану вышивать на какое-то время, на неделю. Я себе загадывала неделю без крестиков, неделю, посвященную только оформлению. Но дело в том, что я оформляю очень плохо, мало, мне страшно, я не особо умею это делать. Как-то вот я вышивать люблю, а вот все остальное, что связано с иголкой, да, шить, даже элементарно где-то пришивать пуговицы, не знаю, ставить заплатки и что-то там еще делать, это для меня вообще жуть-кошмар. Хотя, казалось бы, тоже ничего, ну, архи-сложного, чего-то нет. Я на такие сложно сочиненные проекты и не замахиваюсь. Тем не менее, я решила, что пора взять себя в руки и все-таки что-то уже сотворить. Да, когда вот эта идея марафона пришла мне в голову, я поняла, что это классно и здорово, но потому что иначе я не соберусь вообще никогда. А столько работ пролеживает, вы относительно недавно уже все их видели, выходило у меня видео о моих неоформленных работах. Вот я выбрала из них семь, подобрала к ним материалы, что-то из того, что было, что-то подкупила, но тоже, опять же, пока никаких, вы знаете, супер таких проектов я не задумываю. Надо научиться сначала хоть что-нибудь такое простенькое делать. Проекты совершенно разные. Подобрались это все прикладное оформление, ну, я думаю, вы уже видите, тут и игрушки, я собираюсь и косметички, и баннеры, и все на свете. Кстати, говорить сейчас подробно и озвучивать вам план я не буду, потому что не знаю, все ли у меня пойдет. Да, вот семь работ я приготовила, сколько из этих семи будет сделано, ну, время покажет. Получится все здорово. Устану, надоест или что-то меня разочарует, ну, значит, остановимся на том процессе, которому повезет быть сделанным последним. Поэтому, да, заранее никакие сейчас работы называть не буду, вот когда буду приступать к оформлению какой-то работы, там уже все и посмотрим, и материалы, и задумки. Я не думаю, что буду показывать вам процесс оформления, опять же, я не мастер, чтобы давать какие-то комментарии именно по самому процессу, так что я думаю, тут будет возможность оценить именно задумку, ну, и уже конечный результат, который получится. Для вас это будет выглядеть как марафон, потому что сейчас работы пойдут одна за другой, будут оформляться друг за другом. У меня же это будет растянуто во времени. Как я уже сказала, планировала неделю без вышивки и только с оформлением, но поняла, что нет, я не могу, для меня это сложно, я боюсь перегореть всем этим. Поэтому вышивка, естественно, остается, и потихоньку, понемножку я вот в каком получится темпе, в таком и получится, так и буду я всем этим заниматься. Ну да, для вас это будет такое, я думаю, что длинное и интересное видео, посмотрите подряд все процессы, которые мне удастся оформить. И давайте вот прямо сейчас мы как раз к первой работе и перейдем, я покажу вам, расскажу задумку в оформлении и покажу материалы, которые для этой работы взяла. Первыми работами, которые буду оформлять, я выбрала те, что попроще, ну, чтобы как-то и настроиться, да, и было легче. В общем-то, я думаю, что здесь ошибиться мне будет с оформлением очень-очень сложно. Где же здесь можно ошибиться? Итак, начну я с оленя, вырежу, в схеме даже есть точно указано, как, где, что нужно вырезать, по каким контурам, по каким клеточкам, вырежу работу. Потом сзади я буду оформлять белым фетром, у меня вот есть два варианта, но я думаю, что я остановлюсь на том, который помягче, потому что он мне кажется менее прозрачным. Давайте посмотрим. Да, ну, прекрасно, здесь ничего не видно, никакие ярко нитки не выступают. Вот, так что вырежу, сделаю подложку из фетра и нужно сделать, как это называется, шнурочек, потому что у меня очень все сложно со шнурочками, да, к логопеду бы тоже, наверное, не мешало обратиться. Так вот, я решила, что сделаю шнурочек из ниток. Вот, смотрите, у меня остатки, которые еще не разобраны. Но, с одной стороны, конечно, немножко мало, немножко жалко, потому что это все-таки нитки Димы, я думаю, что может быть, когда-нибудь они мне для какого-нибудь подбора пригодятся, но, по-моему, их здесь все-таки достаточно, особенно если смотреть вот на красные, на белые цвета, над которыми я сейчас задумываюсь. Ну, потому что я не подберу. У меня нет в городе, к сожалению, рукодельных магазинов таких, чтобы прийти, знаете, перед вами там целый ряд шнурочков и выбирай, хочешь такие, хочешь другие, нет, это все делается через интернет-магазины и все равно достаточно сложно. Знаете, тут шнурочек такой, а там такое, здесь немножко оттенок на экране один, а приходит другой. Ну, в общем-то, что я вам это все рассказываю, прекрасно понимаете. Я думаю, что многие из вас, кто живут в маленьких городах, где нету такого разнообразия оффлайн рукодельных магазинов, в общем, подбор всевозможных тканей, ну, и там различных, да, фурнитуры для оформления, это всегда некая такая проблема. Поэтому, чтобы с этой проблемой не сталкиваться, я думаю, просто сплести шнурочек, тем более я это уже делала в игрушках от Mill Hill, и классно, что всегда можно выбрать именно те цвета, именно те оттенки, которые использовались в самой работе, и шнурочек будет идеально подходить под какую-то конкретную игрушку. И вот, скорее всего, как бы мне сейчас тут вот взять, может быть, я возьму как раз вот белый и бордовый. Вот так, ну, понятно, что это все, да, перекрутится. Вот, мне кажется, отлично. Я сначала думала, может, добавить какой-то третий цвет, но, наверное, нет. Я думаю, что их хватит два, и наверняка эти цвета, но белый так точно, бордовый, скорее всего, будут повторяться в других игрушках серии, и когда я буду их оформлять, тоже, чтобы сделать одинаковое оформление, такой же белый фетр на задник и сплетеный шнурочек. Да, при этом у нас длинный-длинный, ну, вы знаете, метровая вот эта нарезка, я думаю, что мне даже, вот я сейчас скручу, и наверняка у меня еще останутся. Ну, то есть мне, естественно, не целиком этот шнурочек понадобится, ну, что тут петелька небольшая, наверняка он мне послужит еще и в будущем для оформления. Так что начинаю я с оленя, здесь все будет быстро, легко и просто. Вы знаете, процесс оформления я вам показывать не буду, все-таки я не мастер, вообще никак, ни разу. Поэтому давайте оставим все эти процедуры за скобками, а потом уже посмотрим на готовый результат. Но сразу сейчас тоже хочу показать вам следующую работу, потому что думаю, что вот как раз-таки вместе ими займусь. Займусь тоже, она очень проста будет в оформлении, потому что ничего не нужно шить, нужно вырезать и склеить. Так, а где моя ниточка? Так, точнее, не ниточка, а ленточку, вот я ее принесла. Это та ленточка, которая была в наборе. Напоминаю, что это у меня, смотрите, есть пакетик от World of Cross Stitching журнал, и вот этот набор был приложение к этому журналу. Две части готовы. Значит, что-то было сказано по поводу оформления. Вырезать, склеить, вот так вот, и вставить туда вот это вот. Ну, то есть, вообще минимум оформления, минимум вот это. Вот, вставляете туда, склеиваете, и все прекрасно, вот так. Вот, но мне не нравится край, ну, то есть, он вот будет открытый, как-то ничем не закрытый, непонятно, не знаю. И вот эта вот мне ленточка не очень нравится, как раз-таки вопрос к тому, что она не попадает. Она не попадает в тон ниток, которыми здесь что-то было вышито. То есть, понятно, что красная она вроде как бы цвет-то в тему, но оттенок не тот. Вот. Поэтому, значит, что я хотела... Итак, изначально я планировала, ну, понятное дело, вырезать, но перед склейкой вставить вот сюда белый хлопковый кант, который я нигде не смогла найти. Ну, вот нету. Недоступен он мне сейчас нигде для заказа. Огромное количество цветных, светоотражающих, а я хотела просто белый. Чтобы вот тоненькое-тоненькое такое, ну, как-то рамочка или обрамление здесь было. Чего-то крупного не хотелось. Помпошки вообще сюда не идут, они слишком перетягивают на себя внимание. Мне не понравилось, как это все... Ну, вот я прикладывала, смотрела, не понравилось, как это выглядело. Хотя помпошки у меня прям маленькие и аккуратненькие. Но все равно не сюда, вот к птичке, к этому, к воробушку, они классно смотрятся. Увидите потом, как будет. А вот сюда нет, канта тоже нет, ленты какие-то я мерила туда-сюда. И смотрите, в общем, к чему в итоге я пришла. Я нашла хлопковое кружево. Я хочу его разрезать, потому что мне, в общем-то, нужен верхний вот этот край. Самый-самый маленький краешек. И я хочу, ну, понятное дело, уже мерить, промеряться будем тогда, когда работа будет вышита. Но, тем не менее, я хочу пустить его вот так. То есть только вот этот верхний, самый-самый-самый маленький краешек, я думаю, что оно тоненькое, оно хорошо вот так вот пойдет и будет изгибаться на окружности вот здесь. Она будет снизу... О, смотрите, вот здесь. Вот здесь у нас самый нижний получается практически. Собственно, да, вот он уже здесь я специально вышивала так, чтобы не нужно было обрезать. Давайте посмотрим, как он будет. Вот. Вот так вот. Самый-самый такой вот маленький-маленький. Мне кажется, будет здорово. Так это будет выглядеть. Вроде бы и особо внимания не будет на себя никак отвлекать, но мне кажется, край будет хотя бы как-то закрыт. А то вот, ну, так вырезал, склеил, и что? И вот это вот... На, не сфокусируется. Ну, в общем, вы меня поняли, да, что вот этот вот край разъезжающийся, его там не заклеешь, не закроешь. Просто это тут-то он сгибается, да? Потому что нет никакой толщины, а там-то нитки, там наверняка будет топорщица, будет некрасиво. Вот. Так что попробуем, да, сюда вот пойдет это кружево. И в качестве петли я решила не делать. Тоже сначала думала скрутить что-то красно-беленькое, а потом думаю, с кружевом не пойдет. У меня есть вот такой тонкий шнурочек вощеный. Мне кажется, вот так будет лучше. Оно не будет на себя внимания... Ну, то есть, да, здесь кружево вот так вот. Не будет на себя внимания сильно привлекать. И очень-очень, ну, в моих мыслях это все выглядит красиво. Вот. То есть у меня сейчас по плану две вот эти работы. Такие из разряда самых простых. Оформлю, и тогда приду уже к вам показывать результат. Итак, я готова начинать делиться с вами своими результатами оформительскими. Сразу скажу, что очень довольна. Давненько стоило взять себя в руки и начать. Я даже в неком таком, знаете, на подъеме нахожусь. Да, настроение прям действительно отлично. Я уверена, что у меня... Ну, если не все, то многое из запланированного обязательно получится. Итак, мой олень. Я принесла вам превью на всякий случай. Вдруг кто-то не знает еще, что это за набор. Потому что, по-моему, в предыдущие кусочки я вам так внятно не сказала, что это за работа. Итак, это набор от Dimensions. Большая серия игрушек, вышитых на пластике. Вот я начала с этого самого оленя. И посмотрите, как здорово он у меня оформился. Ну, здорово, не здорово. Тут, собственно, оформление достаточно простое. Давайте, наверное, начнем со шнурочка. И здесь будет притча о том, что все-таки надо читать то, что написано в инструкции. Да, я инструкции каюсь, но никогда не читаю, потому что крестики, бэк, французские узелки, все это уже известно, что там такого интересного может быть еще в инструкции написано. А там-то как раз написано, что вот тот самый шнурочек, он изначально и задуман, что его нужно крутить из ниточек, которые приложены к набору. Да, поэтому никуда я не стала ни от каких правил отступать. Это не моя придумка, это так задумал производитель, что именно из этих ниточек нужно шнурок скрутить. Собственно, я этим, именно этой ниточкой воспользовалась. Это такой темно-бордовый цвет. Для толщины, вот того, я не знаю, как вам, ну, наверное, исключительно визуально, да, с чем можно сравнить, вот для такого шнурочка мне понадобилось изначально 12 ниток по половинке. То есть, получалось, это целая пасма, которую складываешь пополам. Это все написано в инструкции, именно ей я исследовала. Скручиваешь ниточку, понятно, она в процессе скручивания еще раз складывается пополам. То есть, по длине это получается четверть, да, в итоге у вас вот остается такая четверть от изначальной длины. Единственное, что чуть-чуть у меня, в общем, я не докрутила немножко шнурочек, соскочила. Я плохо закрепила краешек, и он у меня выскочил, и так непроизвольно, в общем, шнурочек закрутился. Поэтому чуть-чуть вот здесь есть не самые ровные петельки, но уже не хотела распускать и перекручивать. Во-первых, распускать, мне кажется, все равно нитка уже будет закрученная, и все идеально и ровно не получится. Ну, вот немножко, да, немножко вот здесь, я насколько могла, конечно, поправила и расправила. Вот, в целом получилось хорошо. Это действительно подходящая толщина, потому что я еще до того, как начала читать инструкцию, стала вспоминать, а сколько же я раньше брала ниточек, а как я это крутила. Ну, вернее, не как я крутила, а действительно, сколько ниток, какая нужна длина, чтобы все это в итоге получилось именно нужного размера, но, да, в данном случае инструкция мне помогла. С обратной стороны тоже все, ну, элементарно просто вырезала, приклеила, наклеивала, все хорошо здесь село. Никаких проблем ни в чем абсолютно не было. Не стала, в общем, решила сделать так же, как на обложке. Я не стала располагать краешки шнурка прямо близко друг к другу, но так он достаточно хорошо висит, никуда не крутится. Отлично получилась игрушка, ну, смотрите, размером с ладонь. Ну, и, собственно, я думаю, что тогда вот этот, наверное, бордовый цвет, он будет встречаться во всех игрушках этой серии, и из него как раз-таки и буду крутить эту ниточку. Единственное, что нужно, конечно, брать кусочек. Я скотчем крепила край к столу, и нужно, в общем-то, брать этот кусочек скотча побольше, как-то так получше фиксировать, чтобы больше так внезапно я еще там, ну, смотрела, в общем, смотрела в экран, слушала очередное интересное видео, вместо того, чтобы смотреть на шнурок. Сидела, крутила, крутила, и вот получилось то, что получилось. Но оленям я в итоге довольна. Игрушка займет почетное место в этом году на нашей новогодней елке. Субтитры создавал DimaTorzok Вторая оформленная игрушка. Этим оформлением я очень и очень довольна. Возможно, даже в чем-то больше, чем олень, но потому что с оленем все было сразу четко, ясно и понятно. Там, в общем-то, был весь вопрос о том, чтобы нужно было взять и сделать. А здесь я рада тому, что решилась использовать вот это кружево. Видите, у меня осталась половинка, да, которая не пригодилась. Посмотрите, как получилось удачно. Мне кажется, очень и очень здорово. С одной стороны, вот это кружево, оно такое тоненькое, оно совершенно не яркое, не отвлекает внимание, собственно, от самого снеговичка, да, посмотрите. Ну, совсем-совсем вот чуть-чуть по краешку. С другой стороны, смотрится законченное. Вот сравните с тем, что есть на превью. Ну, как-то тут вот вырезали и вырезали, и что дальше? Кусок. А здесь все-таки уже такая оформленная игрушка. Я думаю, что если бы я смогла найти кант, который хотела изначально, да, просто хлопковый такой тоненький кантик, тоже бы смотрелось хорошо. Просто нужно было какое-то, ну, не знаю, как это логическое такое завершение обрамления этого края. Мне нравится. И ленточка тоже не ленточка, вот это вощеный такой у меня шнурочек. Тоже смотрится здорово, потому что все-таки вот этот красный, вот этот красный цвет, он тут был ни к чему, он не совпадал с оттенком ниток. Мне кажется, что вот это оформление смотрится попроще. Вот. А у меня получилось лучше. Серьезно, я им очень-очень довольна. При этом неожиданно эта игрушка оформилась на скотч. Я этого не планировала, но я поняла, что сразу приклеить на клей вот это кружево не получится. Прошивать не хотелось, потому что непонятно. Здесь вот этот, видите, обрезано же это не четко, как, как бы, не квадратиками, да, все обрезано вот так вот плавно. Как-то что-то сшивать, но, в общем, не хотелось. Я действительно думала, что я эту игрушку буду склеивать, так же, как и указано в инструкции. Вот. Но поняла, что сразу с кружевом это будет тяжело. Я решила по краю, вот я начинала с оборотной стороны, я там наклеила скотч двусторонний и расположила там, вот это зафиксировала кружево, просто чтобы было удобно. Но пока я все это делала, я постоянно вляпывалась в этот скотч, то пальцами, то еще чем-то, то туда кружево цеплялось. И отдирала я его, ну, не сказать, что прям с огромным трудом, но, вы знаете, непросто. То есть скотч оказался очень и очень липучий, действительно держал очень хорошо. У меня закралась мысль, а почему бы, собственно, тогда не надо не городить никаких, никакого клея. Я все вот это заклеила скотчем двусторонним и приклеила туда вторую часть. Все держится замечательно. В любом случае, эта игрушка висит у меня, будет висеть у меня на елке, она никуда не отправится, да, поэтому если вдруг со временем что-то со скотчем случится, не знаю, рассохнется клей или что-то как-то где-то еще, у меня будет возможность это все поправить. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, две работы уже оформлены, я продолжаю двигаться дальше. У меня снова новогодняя елочная игрушка, но в этот раз я буду оформлять ее как пин-кип, и это будет впервые, да, мой первый опыт в оформлении пин-кипов. В качестве, собственно, главного героя, да, сама работа это такой воробушек от Риолис, вышивка шерстью, очень красивая работа, где есть, посмотрите, какие объемные, очень-очень крупные снежинки, которые, собственно, сразу меня натолкнули на мысль о том, что нужно использовать вот такие вот пампушки. у меня здесь целый огромный моток в 10 метров, нужно придумать, куда и там, на какую бобинку намотать и как хранить. Вот, оформлять я буду в круг, пока самую-самую простую форму для натяжки выбираю. Ну, давайте, наверное, подлиннее краешек, чтобы выложить целый круг, посмотрим, ну, приблизительно, как это будет выглядеть. Конечно же, я сделаю выкругу, чтобы все было ровно, четко, понятно. Не так на глаз, но вот приблизительно вот так. Мне кажется, очень хорошо эти пампушки здесь будут смотреться. Понятно, что они уйдут в край, не будет вот этого белого. Все это вот так, вот. Так все это будет смотреться. Достаточно хорошо. И что по поводу задника, тоже долго думала. Думала-думала. В конце концов, остановилась на двух вариантах. Ну, и склоняюсь пока, пока больше всего к темному. Значит, смотрите, у меня был вариант сделать просто светлый задник. Это льняная ткань, ну, такая совершенно обычная. Вот лен как лен, здесь ничего такого. Ничего такого нет. В принципе, практически совпадает вот с этой основой по оттенку. Ну, и тоже, здесь же тоже будут видны вот эти пампушки, которые будут по бокам. Ну, такая вполне себе нейтральная задняя оборотная сторона. Но потом, чем больше я вот на это сочетание смотрела, тем больше мне хотелось чего-то темного. Да, вот чего-то такого коричневого, чтобы поддержать вот эти темные оттенки. И я нашла у себя кусочек ткани. Это очень и очень-очень простой хлопок. Я не знаю, по-моему, даже какой-то что-то из серии для постельного белья. Небольшой такой отрез. И мне очень понравился вот этот цвет коричневый. Просто по оттенку, да, сейчас про качество ткани я не говорю. Говорю просто про оттенок. Очень понравилось. Мне показалось, что это будет смотреться интереснее. Да, вот эта светлая лицевая часть и оборотная темная сторона. И еще опять-таки вот с этими помпушками, мне кажется, должно смотреться очень-очень хорошо. Понятно, что хлопок очень тоненький. Но я, естественно, буду этого укреплять его флизелином. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Опять же, работа не сильно большая, да, диаметр не очень большой. Я думаю, что в натяжке здесь никаких проблем быть не должно. Собственно, по поводу того, на что я буду натягивать. Натягивать я буду на нитке. Да, я тут насмотрелась еще как раз недавно. Пересмотрела в очередной раз видео у Таисии Дягилевой. Она потрясающе так оформляет свои работы. Там можно просто сутками зависать на ее канале. Но я думаю, что вы с ней, в принципе, все знакомые знаете. Так что, да, еще раз посмотрела, освежила свои знания по части натяжки пинкибов. Хочу попробовать сделать все, что называется, по правилам на нитке. Наверное, лицевую сторону я ничем укреплять не буду, потому что Аида очень плотная. У меня, честно говоря, наоборот, есть небольшие опасения, что она, насколько она хорошо вот в ровненький круг натянется, как у меня получится вот это все по краям сделать ровно и хорошо. Но будем надеяться, что получится. В общем, в любом случае, эту сторону я укреплять не планирую. Здесь фрезерином укреплю и по поводу того, на что натягивать. У меня есть два варианта картона. Вот такого, по-моему, называется переплетный картон или пивной картон. Не уверена, но не суть. В нем разница. Сейчас я постараюсь вам показать, как бы нам сзади-то закрыть, вот, чтобы был здесь фокус. Посмотрите, разница в толщине. Очень большая разница. Насколько вот этот нижний, я даже не знаю, миллиметра два, наверное, а то и три здесь есть, но верхний, наверное, в миллиметр. Мне кажется, вот так вам отлично прям видна разница в толщине. И тот, который более тонкий, он все-таки гнется. Не скажу, что легко. Он, в принципе, такой плотный, упругий, но некую такую свободу он все-таки имеет. Вот этот, конечно, он вот, ну, гораздо-гораздо сильнее его как-то согнуть, что-то с ним сделать никак, ну, вот, очень-очень тяжело. И вроде как бы лучше та основа, которая не гнется, но меня смущает ее толщина. Все-таки, мне кажется, великовато. Поэтому попробую, я попробую начать. У меня есть запасы того и того. Можно всего, все пробовать, все буду изучать. Попробую с того, которое потоньше. Если получится, если он будет себя хорошо вести, если он не будет, я же, в принципе, его не собираюсь там как-то совсем наизлом держать. В общем, если он удержит и натяжка получится ровненько, значит, оставлю этот. Если что-то будет не получаться, попробую. Вот более плотный такой вариант. Но, опять же, по-прежнему, боюсь, мне все-таки кажется, что слишком толсто. Опять-таки, это будет первый раз, первый опыт. Поэтому пока все еще пробую, смотрю, как получается, не получается. Но меня, знаете, честно говоря, вдохновил успех первых двух работ. Я надеюсь, что это тоже у меня получится достаточно быстро и легко. И я, в общем-то, теоретическими знаниями я уже загрузилась по самую маговку. Я знаю, что и как нужно делать. Да, я не принесла вам синтепон. Он, в принципе, и в Африке синтепон. Обычный синтепон. Тоже несколько слоев буду делать. Я хочу, не знаю, не прям уж сильный, но пухленький. Все-таки мне хочется, чтобы вот такой приятный пухленький пинк-кимчук получился. Посмотрим. Я думаю, что эту работу я вам точно буду показывать. Какие-то еще промежуточные результаты. Ну, потому что самой интересно, как это все будет получаться. Но я думаю, что вам тоже. Я уже подготовила все, что мне будет нужно для оформления. Решила показывать вам так поэтапно. Потому что, ну, для меня это гораздо серьезнее сам процесс, да, чем предыдущие две игрушки. Смотрите, я в итоге все-таки решила не только заднюю часть, но и саму вышивку тоже укрепить флизелином. Потому что, а вдруг потом будет где-то что-то как-то синтепон вылезать. Все-таки в Аиде достаточно большие дырочки. Поэтому, ну, еще такой, пусть и тоненький, но все-таки вот дополнительный слой. Мало ли что, да, я решила добавить. Две основы тоже вырезала. Взяла тот более тонкий слой, более тонкий картон. Подготовила два слоя синтепона. Вернее, как два слоя. Тут на самом деле по три слоя вот такие пирожки. Потому что у меня оказался все-таки довольно мягкий синтепон. Поэтому для каждой части по три слоя. Ну, начну, естественно, с одной. Там посмотрим. Если что-то не понравится, распущу, добавлю еще. Ну, в крайнем случае, буду тогда делать по шесть. Хотя, конечно, сейчас, мне кажется, так в руке держишь, что шесть это что-то совсем такое огромное. Отрезала кусочек, естественно, с запасом бейки с помпошками. И вот у меня возник такой вопрос по поводу подвеса. Скорее всего, я буду использовать тот же вот вощеный шнурочек, что и в предыдущей игрушке снеговике. Потому что ничего остального мне не понравилось. В идеале было бы, конечно, использовать... Я вот видите, даже достала это остатки от набора. Было бы идеально использовать какую-то такую шерстяную ниточку. Она бы к вышивке подошла, и вот к этим помпошкам. Но белого цвета нет. Я уже так примерялась, думала, может быть, вот самый светлый вот этот взять. Но непонятно, как он будет с помпонами вместе смотреться. С вышивкой-то хорошо, вот с этими и с тканью хорошо. А с помпошками все-таки хотелось бы что-то беленькое. Вот жалко. И в пугали у меня нет белого цвета. И других наборов с шерстяными нитками у меня тоже нет. И самих ниток шерстяных нет дома. Я не вижу. Но там есть какой-то маленький моточек, но он явно не белый. Так что остается шнурочек. Ну и остается теперь все это взять и шить. Конечно, да, несколько бой. Но самое страшное было вырезать вышивку. Я не знаю почему, но я как-то жутко боялась. Знаете, что вот один раз отрежешь, и что-то потом пойдет не так. Но будем надеяться, что у меня все пойдет именно так, как нужно. И вот мой первый в жизни пин-кип готов. Не без огрехов. Ну куда же без этого. Но самое главное, я его сделала. В общем и целом результатом я довольна. Но, конечно же, вынесла для себя некоторые моменты, которые на будущее нужно учесть. Во-первых, я оставила очень мало места для того, чтобы... Как это? Ну вот обычно, когда шьют, говорят, припуск на шов, да? Но здесь вот припуск на натяжку. Я сделала диаметр самих деталей, вырезала на сантиметр больше, чем диаметр моих заготовок. Вот основание, на которое я все это натягивала. И этого сантиметра мне оказалось мало. Я как-то не учла, что у меня же будет еще объем. Кстати, посмотрите, как получилось. Вот эти, мне так нравятся снежинки. Эти французники, как они смотрятся, здорово. Хотя, конечно, тоже с ними намучилась. Но сейчас расскажу. Значит, для начала про диаметр заготовки. То есть, наверное, нужно сантиметра полтора, а то и два. Но, по крайней мере, мне. Чтобы было удобнее натягивать. А то иногда получалось, что прям как-то совсем мало, совсем краешек. И очень хорошо, кстати, что все-таки я укрепила флизелином вот эту часть. Потому что, да, несмотря на то, что аида плотная, но вот где-то, где-то на краешках она так собиралась куда-то уползти. И если бы не флизелин, наверное, это бы и произошло. Значит, это то, что касается вот этих отступов. То есть, на будущее буду делать их побольше. Возможно, потом, когда опыт придет, и как-то что-то будет, не знаю, легче или как-то по-другому, то мне будет хватать и сантиметра. Но пока пусть лучше будет больше. Потом внутри эта ткань, она там совершенно никак не мешает. И, в общем-то, больше не меньше. Дальше. Сам процесс натяжки я, по-моему, получается, не сняла вам. Да, мне кажется, я не сняла вам кусочек, когда у меня были вот только натянуты половинки. Но я просто так увлеклась. Очень увлекательное, на самом деле, занятие. Особенно, если какое-нибудь интересное видео еще идет. Сидишь, шьешь, шьешь. В общем, мне понравилось. Да, местами трудновато. Я исколола себе пальцы иголкой. Поняла, что мне обязательно нужно обзавестись наперстком. Я и там пока бейку пришивала к своему конверту многострадальному. Здесь пока шила, тоже постоянно пальцы колола. В общем, нужно будет над наперстками подумать. Но, наверное, мне нужен, с учетом маникюра, тот, который без... Не как колпачок, да, а просто который вот на палец такая подушечка, колечко. Да, вот. Так, значит, про отступы сказала. Натяжка. Все было легко и просто. Да, собственно, там никаких проблем не было. Наверняка я уже вам сказала, да, что смотрела и пользовалась мастер-классами от Таисии. Я обязательно все ссылочки внизу оставлю. Она очень хорошо все объясняет, показывает. И я ее без проблем все сделала. Да, вертикаль, вертикаль. И потом вот так на сектора делаешь. Все, в общем, замечательно. По поводу того, насколько круглое получилось. Мне тоже все понравилось. Но единственное, что я бы, наверное, чуть более аккуратно вырезала заготовки. Как-то я не обратила на это внимание. Вот где-то у меня там такой не совсем ровный кружочек был. Я подумала, ай, ну ладно, оно же там все тканью обтянется, натянется. Вот как раз-таки оно очень хорошо все тканью обтягивается. И все вот эти вот неровности, они тоже могут быть видны. Поэтому заготовки вырезайте обязательно очень-очень аккуратно. Дальше. Когда пришивала вот этот ткант к лицевой стороне, все было в порядке. Сделала здесь вот эти два помпончика аккуратно. Внутри один распустила, подшила. Замечательно, никаких вопросов нет. Кстати, еще вот в этом моменте тоже хорошо было бы, чтобы у меня изнутри вот этой ткани было побольше той ткани, которой можно пришить тесьму. Потому что у меня там такой маленький краешек. Вот туда как-то подлизать иголкой, стараться зацепить. В общем, было не очень удобно. Да, это еще один вот момент. Конечно, если бы был какой-то шнурок, который просто сверху пришивается, то я бы это не заметила, не обратила бы на это внимание. Но вот если кант, который нужно пришивать к обратной стороне лица пин-кипа, то да, вот там вот этого кусочка ткани хочется иметь побольше. Но пришила все нормально и стала сшивать, значит, обе части. Что по поводу сшивания? Я иногда так увлекалась контролем нитки на лицевой, я вот так держала пинки, смотрела, чтобы здесь у меня ничего не вылезло, чтобы все ровно, чтобы эти пумпошки ровно, что я иногда забывала контролировать оборотную сторону. И кое-где у меня слишком далеко вышла иголочка. То есть я, когда брала вот ткань, стежочек, чтобы брать с этой стороны, ну, она, в общем, немножко далековато вот сюда вылезала. Ну, я, вы видите, специально сильно близко не показываю, не надо, я не профессионал, не надо туда смотреть. Критического и критичного такого ничего нет, но если прям, знаете, носом вот тут вот по краешку везти, кое-где можно увидеть нитка-то светлая. Я, естественно, брала светлую нитку, чтобы она подходила под лицо, чтобы она подходила под вот эти пумпошки. И, ну, понятное дело, на оборотной стороне белая на черном нитка очень, на коричневом, очень хорошо видна. Поэтому, да, кое-где есть там стежочки, но они мелкие, в общем, меня они совершенно не волнуют. Что я вам хотела сказать по поводу французских узелков? Я с ними намучилась и с узелками, и с пумпошками, потому что я постоянно за них цепляла нитку. Ну, постоянно. Я очень боялась, что я возьму короткую нитку, и мне не хватит, и где-то придется посередине закреплять. Я очень не люблю закреплять нитку. Я вроде бы знаю, как это делается, но не знаю, может, каких-нибудь секретов еще нужно посмотреть, поискать. Вот я точно так же не любила закреплять нитку при вышивке, но вот когда, ура, открыла для себя микрокрест, все, для меня все стало прекрасно. Ну, и вот здесь так же я пока еще страдаю. Я не люблю, в общем, я согласна трехкилометровую нитку отмотать, лишь бы мне не приходилось где-то посередине работы ее закреплять и заново начинать. Ну, так вот, что поделать. Поэтому здесь, конечно, я перестраховалась и взяла слишком длинную нитку, когда вот это обшивала все, и она у меня частенько цеплялась. Цеплялась постоянно за вот эти французинки. Цеплялась за эти пумпошки. Я даже один раз, не помню, какой-то такой пумпончик, мне тут пришлось немножко подстригать, потому что пока я пыталась распутать нитку, я прям за него дернула, он так немножко размахрился. Вроде бы, в итоге все хорошо, я там, ну, чуть-чуть обрезала, больше никаких таких проблем сейчас не вижу. Ну, то есть нужно как-то, это уже чисто мой, наверное, такой нюанс, да, нужно не бояться и научиться нормально закреплять нитку, понять, что это ничего в этом нет страшного и выбирать кусочки покороче, потому что я устала. Я устала это все отматывать отсюда, плюс ниточка обычная, вот совершенно обычная катушечная нитка, она у меня, я не знаю, никакой фирмы, вот какие были на вытянутых таких катушках, вот в рукодельном магазине ближайшей, обычной штопольной швейной нитки. И она, соответственно, ничуть не скользит, она постоянно путается, она, в общем, я 35 тысяч узелков распускала, пока все это шила, ну, не самый такой был приятный момент, но справилась. И еще какой интересный у меня, ну, как неинтересный, да, случайно получился факт с этой петелькой, вот как раз-таки пока я откуда-то, то ли я узелок распутывала, то ли здесь откуда-то в очередной раз отпутывала нитку, я чисто случайно очень сильно дернула за эту петлю и ее оторвала. То есть я ее сначала пришила вместе вот с этой вот с помпошками к лицевой стороне пинкипа, там с оборотной стороны, ну, как я ее пришила, я положила два хвостика и вот так вот в нахлестах, ну, много раз достаточно, ну, вот так вот попришивала, думаю, отлично, повисела, вот так подергала, все висит замечательно. Ну, соответственно, я когда вот с этой ниткой запуталась, я ее дернула так, что она оттуда просто вылетела, вот, но потом, конечно же, туда аккуратно ножничками так все это затолкала, опять пришила и уже в этот раз стала пришивать прямо сквозь сам вот этот шнурочек, хоть и не тоненький, но все равно сквозь каждый вот этот, я туда-обратно, туда-обратно, наверное, раз пять я сделала стежки, поэтому я надеюсь, что теперь уже точно здесь все крепко и ничего никуда у меня не вылетит. Пойду вешать эту игрушку на елку вместе со всеми остальными новыми, ну, с двумя, да, которые я вам уже показала, в общем, рада я безумна, я понимаю, что это не вообще не идеальный вариант бенкипа, как он должен быть, но он мне так нравится, я сделала, я смогла, у меня просто балдеет вот от этих пумпошек, от того, как они сюда подходят, мне кажется, что просто замечательно, вот, и поэтому, может быть, что-то хотелось немножко повеселее здесь, тоже темное, но с каким-то кем-нибудь, знаете, там, не знаю, вензилечками, вот, но итог очень, я очень-очень довольна, я научилась это делать, я надеюсь, что впереди меня тоже ждет много красивых и интересных, наподобных бенкип. Переходим к следующей работе. Сколько получается? Три позади, я, знаете, к сожалению, в течение уже очень долгого времени записываю весь этот марафон, и я просто совершенно не помню, о чем я говорила в каких-то предыдущих кусочках, но я изначально подготовила шесть, шесть процессов. Три уже готово, то есть через экватор мы перевалили, это здорово, я этому очень рада, так что сейчас у меня в работе будет четвертый процесс, и это будет для меня впервые, я много вообще в этом марафоне буду делать впервые, когда я буду шить косметичку. Да, маленькую такую косметичку, небольшой кошелечек, вы видите сейчас перед собой, собственно, саму работу, такой красивый флакон духов, букет, это дизайн из журнала Cross Teacher, вот такой у меня был номер, посмотрите, вот, это самая работа, ну, давайте сразу на большой, на большой привью, и вот здесь она оформлена в косметичку. Вот ровно в такую же косметичку я и буду эту работу оформлять, то есть она без донышка, такой вот, ну, косметичка-кошелечек, единственное, что здесь она получается такая прям четко вытянутая, прямоугольная, ну, вот у меня же она будет, наверное, больше даже квадратная, в общем, какой кусочек есть, такой и есть. Что я решила выбрать? Ну, понятное дело, сама вышивка, это у меня Линда, да, 27 каунт Линда, замечательные, красивые крестики, давайте посмотрим еще раз на работу. Все здесь было быстро, легко, приятно, я помню, что это была работа одних из апрельских стартов, не помню уже в каком году, может быть, в прошлом, скорее всего, в прошлом, и я помню, что я ее вышила, вот как раз за сами апрельские старты я ее успела вышить. Это будет, естественно, лицевая часть работы, она будет укреплена флизелином, для оборотной стороны у меня есть вот такая ткань, ну, что-то вроде бы джинсы, я не думаю, что она, ну, понятное дело, белая, вы видите, я не думаю, что вам будет видна вот эта не стежка, не строчка, как это, ну, в общем, джинсовой ткани есть такие вот полосочки, вот, ну, что-то, по крайней мере, что-то на это похоже, это не чистый хлопок, потому что я чувствую, что ткань немножко тянется, она у меня уже купленная была сто лет назад, поэтому никаких исходных данных, конечно же, не сохранилось, но я из этой ткани уже шила, да, она немножко тянется, но не критично, у меня тогда никаких проблем с ней не возникло, она достаточно плотная, где-то у меня какой-нибудь краешек, ну, в общем, она достаточно плотная, и я не думаю, что ее стоит укреплять, а может быть, наклеить, как раз флизелинчик будет прям еще поплотнее, посмотрим, может быть, наклею. В общем, ткани много, нужно будет выкроить такой же кусочек, как и лицевая часть, единственное, что я вот смотрю, что я, наверное, ее, судя по всему, я возьму, конечно, линейку и померяю, я ее делала центр прям четко с учетом вот этих вот, как это называется, вот этот кантик, да, ну, потому что обычно, если ты там натягиваешь куда-то работу, тебе не важно, кант, не кант, это все как бы считается, подходит, да, для натяжки, а вот сейчас, если я буду шить, мне же тогда нужно будет строчку вот так прокладывать, будет очень большой отступ, ну, зачем мне вот, не отступ, а припуск, да, зачем он мне такой большой, наверное, я его обрежу, и тогда придется, наверное, здесь тоже немножко срезать, ну, в общем, я посмотрю вместе с линейкой, отцентрую, чтобы все тут было хорошо, и уже, соответственно, по этим размерам, то есть, видите, у меня, по сути, ну, наверное, практически квадрат, да, ну-ка, сколько здесь, пока у меня тут коврик лежит, вот, ну, приблизительно 22, да, и так, наверное, ну, так, 21, ну, почти, почти получается квадратик, так что, да, обрежу, будет такой квадратный кошелечек, значит, это у меня будет лицевая, ну, понятно, передняя сторона оборудованная, и что для подклада, для подкладочной ткани я выбираю вот такой хлопок, давайте, наверное, другой, пока стороной еще не утюжила, вот сейчас возьму из утюг, буду все приводить в порядок, посмотрите, как хорошо эта ткань сочетается, давайте даже поближе, ну, по-моему, просто здорово, вот, попадание изумительное, вот сюда будет такая нежная, персиковая, красивая, плюс, видите, такие небольшие здесь какие-то полосочки не особо явно оформленные, вот, замечательные, кстати, эта ткань, она прямо, знаете, один в один по ширине совпадает с кусочком, чисто случайно так получилось, но вот, почему бы и нет, это просто знак, и что же с молнией, да, для меня это еще будет первый раз, когда я буду вшивать молнию, повторюсь, что с рукодельными оффлайн-магазинами у нас все печально, и получается, что заказывать все нужно через интернет, и всегда вы понимаете, что сложно попасть в цвет, вот, я могу сколько угодно прикладывать вышивку к экрану, все равно попасть в нужный цвет будет очень сложно, и посмотрите, что у меня получилось, у меня есть две молнии, одна, она, конечно, идеально просто подходит по цвету, стопроцентное попадание по цвету, как это называется, подкладка, но это молния потайная, так получилось, я уже не помню, то ли я ошиблась при заказе, то ли что, или я вообще эту молнию оффлайн покупала, ну, в общем, уже это было все очень-очень давно, поэтому не вспомню, вот, показываю то, что есть, это молния потайная, и я, ну, не знаю, не очень хочу ее здесь использовать, я и так-то их еще не умею вшивать, а с потайной мне кажется, что проблем будет еще больше, чем с обычной, и есть у меня вот такая молния, вот, сначала я немножко расстраивала, что вот она, мол, к подкладке не подходит, но с другой стороны подкладку, вот я вижу только, когда буду открывать, да, саму косметичку, а так-то она у меня будет вот здесь, то есть, да, беленькая косметичка, с одной стороны, ну, тут понятно, я сейчас не буду разворачивать ткань с другой, то есть это вот так все будет выглядеть, и посмотрите, эта розовая молния отлично просто подходит к цветочкам, то есть в закрытом виде это все будет выглядеть вот так, и, по-моему, тоже просто замечательно сочетаться, вот, и опять-таки по размеру тоже эта молния подходит, вот, так что я думаю, что, буду использовать ее, еще у меня есть такая ленточка, но я не знаю, вот ленточка, она точно не подходит по цвету никуда, она как-то слишком, слишком сиреневая, я на самом деле просто хотела взять маленький-маленький краешек и вот зацепить вот здесь вот за собачку, ну, потому что здесь тоже есть, она, конечно, здесь узенькая, но, по-моему, так симпатичнее просто будет смотреться, видите, они здесь в клеточку такую ленточку прицепили, ну, посмотрим, ленточка, это вообще уже дело десятое, вот, это все будет не сразу, понравится прицеплю, не понравится, отцеплю, захочу потом другое, в общем, ленточка это ерунда, самое главное сейчас раскроить, сшить, ну, за саму квадратную форму я не особо переживаю, уже думаю, тут-то с квадратом я не напортачу, у меня, конечно, сейчас весь вопрос с молнией, ну, вопрос к самой себе, да, как я с ней справлюсь, ну, что ж, надеюсь, что все получится. Получилось? Вы представляете, у меня все получилось, ну, конечно же, там есть к чему придраться, вообще не будем об этом сейчас думать, говорить и смотреть, слушайте, ну, все работает, я в таком шоке, честно говоря, от самой себя, нет, ну, я понимала, конечно, что это не высшая математика, но, как-то, знаете, для меня все равно люди, которые умеют классно шить, это вот где-то за гранью фантастики, я умом понимаю, что нужно делать, да, и как, вроде бы, тоже понимаю, и мастер-классов полно, но понимать это одно, а делать руками совершенно другое, так вот, я так рада. Вы прям, я передать вам не могу, мне, наверное, слов нет, я сейчас с этой косметичкой тут бегала-прыгала, в общем, класс, все работает, молния на месте, ничего, нигде, никакими волнами, буграми не пошло, все сошлось, ну, здесь, в общем-то, шило, ладно, хотя тоже, знаете, это большое достижение, потому что все-таки это имеет вот некую прямую форму, для меня даже это бывает достаточной проблемой. Ленточки, кстати, да, как видите, решила ленточку эту привязать, и, по-моему, вообще здорово, и ничего страшного, что она не совсем там с молнией совпадает, ну, молния классно, вот прям с этими цветами мне очень нравится, удачно получилось, я имею в виду сейчас по цвету, ну, и, конечно, тот факт, что я ее смогла сшить, не сшить, а вшить, да, я, во-первых, очень долго, нет, начнем, знаете, с чего, я, конечно, посмотрела мастер-класс и увидела, все, нужна лапка для вшивания молнии, думала, тра-та-та, а потом я только подумала, а у меня вообще есть такая лапка? Я на своей машинке, кроме как вот эту строчку по прямой, не знаю, мне кажется, ничего не прокладывала, а, нет, ну, я еще ткань иногда обрабатываю, хорошо, вот у меня нет оверлока, оверлока, не знаю, даже как правильно, в общем, нет у меня этого приспособления, и я обрабатываю просто, ну, есть у меня такая строчка, типа имитирующий оверлок, вот я иногда обрабатываю ткань, соответственно, там есть для этого специальная лапка, шью прямые строчки, для этого тоже есть специальная лапка, все остальное я даже не заглядывала вот в ту сумочку, которая идет в комплекте к шейной машинке, но на мое счастье, все-таки лапки-то для молнии, это, видимо, стандартный такой комплект, она у меня была, тоже не с первого раза сообразила, что ее можно пристегивать левее-правее, я упорно пыталась пристегнуть ее по центру, у меня ничего не получалось, но благо в интернете инструкция нашлась, потому что я даже не представляю, где моя инструкция дома лежит, ну, в общем, неважно, лапка нашлась, все, я прицепила, и знаете ли, да, получилось, я пошла по самому простому пути, вот как и в том мастер-классе, на который ориентировалась, я не стала делать здесь такие тканевые еще стопоры, да, бывают, или вот такие ушки, за которые можно держать, но, в общем, я выбрала самый-самый, простейший вариант, да, быть может, вот это не самое изящное решение, когда молнию туда уходит, но косметичка небольшая, ну, смотрите, вот тут две ладошки, да, то есть, ну, наверное, не опять, наверное, чуть она все-таки пошире, но такая небольшая получается сумочка, и вот эти вот, как бы, крайние места, все функционирует, все, в принципе, выглядит вполне нормально, вот здесь у меня немножко, видите, съехало, вот так разъехалось этот кусочек, но тоже это произошло в самом-самом уголке, на закрытие это никак не влияет, молния рабочая, поэтому я все это менять не стала, внутри, по-моему, тоже все, опять-таки, по поводу цвета молнии нормально все совершенно смотрится, ну, подклад это, наверное, был самая простая часть всей этой работы, единственное, что у меня постоянно мнется, то есть, я его вытаскиваю, утюжу, пока запихиваю обратно, там все опять мятое, но, с другой стороны, поклад это подклад, и как бы, ладно бы с ним, ой, слушайте, получилось, прям в восторге, честно, я, наверное, из всего пока, да, из всех своих пока работ вот этой довольна, я имею в виду те четыре, которые у меня уже оформлены, оформлением я не то чтобы довольна больше всего, я всеми оформленными работами довольна, я считаю, что хорошо у меня все подобралось, и материалы, и выполнено, как бы, не на выставку, ну, слушайте, я на выставку не иду, и пока дарить свои такие вот какие-то шитые там вещи тоже никому не собираюсь, я понимаю, что это не то качество, которое подходит для подарка, но сама я очень-очень этим довольна, буду с удовольствием всем пользоваться, и просто вот эта часть, не часть, да, эта работа, она, наверное, представлялась мне самой, самой сложной, ну, и в виду, наверное, больше всего из-за молнии, честно, я прям боялась, мне казалось, что это какая-то вершина, я не знаю, там, хотя, наверное, может, вершина это про рамки, не знаю, но, в общем, в любом случае, все, что сложнее строчки по прямой для меня достаточно пока сложно, так что я просто непередаваемо в восторге буду, обязательно буду этой косметичкой пользоваться, может быть, в дорогу что-то с собой, а может быть, для каких-то тоже вот маленькие-маленькие процессики, как я, где у меня сейчас рядом, вот, Аня, твой подарок, всегда, всегда рядом, всегда в работе, он даже, не, он поменьше получился, поменьше, но отличный, и сюда, и сюда замечательно входят какие-то небольшие работы, поэтому можно, в принципе, использовать их как конвертик для процессов, почему бы и нет, в отпуске я пока никуда не собираюсь в ближайшее время, хотя, конечно, очень надеюсь этим летом увидеть море, вот, ну что, еще один пункт готов, будем переходить к следующему процессу, осталось три, подождите-ка, ну-ка, как мы с вами считали? Я считать, наверное, не умею, это был четвертый, а у меня осталось три, значит, не шесть, а семь, точно, я сейчас просто смотрю на кучку этих работ, я просчиталась, да, и одну там не увидела, в общем, еще три работы у меня есть, материалы для них подготовлены, ну, не знаю, просто время уже поджимает, в принципе, марафон пора заканчивать, возможно, я выберу сейчас одну какую-то, а оставшиеся две тогда уже перейдут на следующий год. Наш следующий герой, вот такой замечательный букетик, называется этот дизайн Баттен Баскет, это мои любимые журналы, в данном случае Cross Stitch and Needlework и что-нибудь, это 99-й год. Вот таким образом выглядит работа в журнале, это тоже, по-моему, у меня какой-то апрельский старт, ну, вот дошили, и посмотрите, здесь она оформлена в такой достаточно толстый пин-кип, который украшен лентой. Одно время я думала сделать то же самое, но сейчас пришла в голову мысль попробовать кое-что другое. Ну, во-первых, давайте немножко посмотрим на саму работу, она классная. Мне очень нравится, мне кажется, здесь есть на что посмотреть, здесь есть разные стежки, болгарский крест, алжерский глазок, сама вот эта корзина, посмотрите, с сатиновыми стежками, как интересно выполнена, и пуговки, красивые пуговки, я вам, по-моему, где-то уже говорила, что это настоящие как бы запасы, старинные запасы пуговиц, которые у нас дома у мамы еще хранятся, зачем они хранятся, непонятно сейчас этим, никто уже так по назначению не пользуется, но вот видите, мне пригодились. И немножко еще вот я добавила бусинок, потому что совсем уж крошечных пуговиц у меня не было, и вот здесь сделана вот такая красивая мережка, собственно, всего лишь по одной, да, четыре ниточки я убрала из всей работы, а получилось очень и очень красиво. Вот, ну, теперь давайте достойно эту малышку обрамим, она действительно совсем маленькая, вот смотрите, под ладошкой полностью работа скрывается, и что же я хочу попробовать сделать? Я хочу из этой работы сделать пин-кип, который будет стоять. Пин-кип, который состоит из двух частей и делается вот так вот домиком, да, ну, я на всякий случай тут принесла, ну, вот как у маленького самого ребенка нашла книжечку, то есть делаются две части, и они потом будут вот так вот стоять, да, здесь вот будет дизайн. Соответственно, вот эта часть внутри, она тоже будет видна, поэтому, по сути, мне нужно будет сделать сейчас два пин-кипа, я очень часто это у американок вижу, вот такие подобные варианты оформления, мне захотелось попробовать. Ну, конечно же, вместо того, чтобы искать мастер-класс, я решила сделать это просто как вот сама себе представляю, но думаю, что здесь сильно сложного ничего не будет. Итак, мне нужно будет четыре заготовки, вот по форме, ну, в общем-то, по той форме, которую я выберу, да, чтобы у меня вот эта мережка была, ну, наверное, плюс сантиметр я вот так вот добавлю, где-то так вырежу. Две части, это будет у меня как бы передняя ножка вот этого шалашика, да, передняя часть, соответственно, на лице будет, естественно, работа, на изнанку я возьму вот такую, неважно, что она не будет видна в моменте, когда будет стоять, мало ли, как я там сбоку где-то загляну, все должно везде быть прекрасно. У меня есть вот такая очень красивая льняная ткань, мне нравится она по текстуре, вам-то, конечно, так может быть незаметно, но действительно она отличается от хлопка, очень красиво, и здесь вот эти такие травы, собственно, она специально покупалась под вот этот дизайн. С одной стороны, может быть, чуточку ярковато, ну, вот эти цветочки, да, здесь совсем все такое серое, блеклое, унылое, а с другой стороны, по-моему, наоборот, будет как раз немножко эту работу оживлять. То есть, передняя ножка шалашика, это у меня лицо, это изнанка, и точно так же две прямоугольные заготовки мне понадобятся для задней стороны ножки, там у меня будет вот это лицо, ну, или как сказать, это будет изнанка, да, в общем, внутри шалашика у меня у обеих частей будут вот эти травки. Я надеюсь, что все понятно, я объясняю. А на оборотную часть я взяла вот такой лен. У меня есть лен, совершенно просто обычный, это не вышивальный какой-то, то ли там, может быть, ну, мне кажется, что это все покупалось в магазине, где шьют постельное белье. У меня несколько есть разных отрезов. Вот я взяла тот, который, ну, он практически-практически совпадает. Это, кстати, что это такое? Это белорусская какая-то равномерка, которая подкрашена под лен. Вот тогда вы помните, да, однажды я купила сразу много отрезов, ну, вот, поигралась, повышевалась, и все на этом. Ну, в любом случае, эта работа получилась хорошей. Да, он немножко темнее, но это вообще самая, прям, самая оборотная часть. Уже, я думаю, не очень важно, что они по цвету, да и не должны. Кто сказал, что все должно прям один в один подходить по оттенку? Тут лен, тут лен, и вообще все прекрасно. Так, это то, что касается ткани, и я хочу попробовать... Да, я хочу попробовать натяжку на... не на нитки. Я, конечно же, сделала, как его хотела сказать, пингвина, воробья. Мне очень понравилось, и вполне возможно, что и в дальнейшем я буду продолжать натяжку на нитки, но попробовать что-то другое, да и, честно говоря, немножко побыстрее и полегче мне хочется. У меня есть скотч, я уже пробовала натягивать на скотч моего кролика, если вы помните. Дайте покажу. Вот он мой кролик, возможно, вы помните, что когда-то я его вышивала. Это кролик, который собирает в мешочки детские молочные зубы для зубной феи. И да, мы постоянно этим кроликом пользуемся, ну, как постоянно, как выпадают зубы старшего сына, так и пользуемся. Хотя он, конечно же, он все уже знает и про фею, про гномиков, про Деда Мороза, все на свете знает, но все равно ему весело и интересно. Ну и, конечно же, младший тоже ходит, шатает свои зубы, ну, хотя там еще пока ничего не собирается у него выпадать, но он тоже ждет, когда же, когда же, в общем, этим кроликом он воспользуется. Так что пользуюсь, не зря вышивала, я очень-очень рада. На животе у него такой мягенький. Очень жалко, конечно, что белое на белом, вам через камеру вообще никак, ну, так, пушинки эти не передаются, но вот и хвостик тоже здесь очень приятный, тактильно. Так вот, именно этого кролика я натягивала на скотч, все держится замечательно, даже несмотря на то, что форма такая не самая простая для натяжки, но мне, по крайней мере, кажется, что чем ровнее линии, тем натягивать проще, но вот здесь все прекрасно держится, действительно удачный скотч, у меня до сих пор остался кусочек, я хочу попробовать. В крайнем случае я уже совершенно точно буду знать, если что-то пойдет не так, да, что вот такая натяжка мне не подходит, ну, тогда потом всегда это можно взять и переделать на нитки. Все-таки скотч это не клеит, от него тоже можно легко избавиться. И, соответственно, у меня останутся стыки, да, стыки между всеми этими половинками, я их буду закрывать вот этой вот бечевкой, веревкой, я не помню, как это правильно называется, она вот как из какой-то такой пакли, что ли. Ну, в общем, я думаю, вы видите, поняли, они в садовых очень часто, в садовых магазинах продаются жгуты, жгуты, по-моему, но не важно, как это называется, и что мне еще осталось, это будет просто закрывать по контуру все вот обе-две, обе-две. Все, у меня уже, ой, столько мыслей в голове, в общем, все стыки вот этим веревочкой, это я буду закрывать, и что же мне нужно, да, чтобы держался вот этот уголок, вот держался не уголок даже, а верхний край шалаша, я буду использовать вот такую ленту. Лента красивого оттенка, кстати, хорошо подходит, он, видите, он не белый, он такой желтоватый-бежевый, хорошо к этой ткани подходит, кусочек этой ленты как раз и будет наверху. Где тут эта книжка, давайте опять к ней вернемся, да, то есть у меня же будут две отдельные части, и мне нужен будет вот здесь какой-то, ну, корешок, да, как хотите назовите, и я хочу сделать его лентой, то есть я часть ленты зажму между двумя передними частями пин-кипа, часть ленты зажму между вот этой задней ножкой, между двумя частями, и вот так вот они у меня будут как раз обеспечить, я не думаю, что будет большая толщина, и мне кажется, что этой ленты хватит, она обеспечит именно вот этот процесс открывания и закрывания. Никаких вот здесь боковых держалок я тоже делать не хочу, потому что я уверена, ничего у меня никуда не разъедется, тем более вот здесь вот этот вот шнурочек, он не скользящий и будет, я уверена, хорошо на любой поверхности тормозить. Вполне возможно, что мне захочется еще приделать какой-нибудь бантик наверху, а может не захочется, не знаю, но бантик это вообще уже дело самое последнее, так что давайте начнем сейчас, конечно же, с самих сборки вот этой всей конструкции, о бантиках я подумаю позднее. Еще один участник марафона финишей готов, я оформила очередную работу, попробовала новый вариант оформления и очень и очень осталась им довольна. Посмотрите, пожалуйста, как красиво все получилось, но сейчас я покажу так, что называется плашмя, потому что вы понимаете, при данном ракурсе камеры, ну, таким вот образом вы ничего особо и не увидите, но потом обязательно я куда-нибудь красивое местечко эту работу поставлю и сниму сбоку, собственно, так, как обычно я на нее, не как обычно, да, так как я и буду на нее смотреть, когда она будет украшать мой вышивальный стол. Итак, собственно, все, как и собиралась сделать. Здесь вышивка, на оборотной стороне просто лен, и внутри вот так раскрывается эта книжечка, здесь вот эти красивые, отлично, просто отлично подошла ткань, я очень-очень ей довольна. Довольно. Ну, собственно, можно вот так вот боком, да, я могу вам боком показать, вот когда она стоит, вот эта часть видна, и получается здорово. Бантик тоже пришелся весьма кстати. Сначала я попробовала без него, но, знаете, вот чуточку было пустовато, что-то все-таки хотелось вот туда наверх, и отлично этот бантик подошел. Мне нравится, что тут ниточка такая неровная, то есть где-то она такими вот, не знаю, колтунами, да, где-то уже, где-то шире, но все получилось именно так, как я и задумывала. Чему я, как уже сказала, очень и очень рада. В плане технических моментов у меня сложности, наверное, возникли только вот с этой лицевой частью, ну, потому что, во-первых, ее было сложно достаточно, вернее, как, ее нужно было отцентровать, да, потому что здесь есть определенный узор, все остальное, да, как натянешь, так натянешь, собственно. Какая разница? Ну, а про оборотную сторону я вообще молчу, где-то кто-то что увидит. Никаких не направляющих, ничего нет. Здесь, конечно же, было несколько сложнее, и ох, ну, честно, я намочилась. Я, наверное, раза сколько было? Да, три раза я... Вот это четвертый. Это четвертый вариант натяжки. Три раза я переделывала, потому что постоянно что-то куда-то уезжало. Ткань очень тонкая. Она такая хлипкая, такая, ну, просто сопливая, простите, у меня нет других слов. Не знаю, каким чудом я тогда, ну, наверное, на принцип, что ли, пошла, каким чудом я на ней все-таки вышла, потому что, ну, небо и земля не сравнить это ни с обычным льном, ни с равномеркой. Очень было непросто ее натягивать. Она просто вот вся в крифе, в кость моментально уходит. Вот, и, да, я не помню, сказала я или нет, что я решила не укреплять эту часть флизелином и не делать никакой белой подложки, потому что тогда вот эта работа начинала светиться как бы ярче. Но это понятное дело, да, мы, наоборот, всегда обычно стараемся сделать белую подложку, когда оформляем работу в багет или что-то, чтобы цвета были ярче и сочнее. А здесь мне не нравился этот вариант. И, во-первых, белая подложка не нравилась. И даже когда я попробовала приложить флизелин, а он у меня белый, мне кажется, нет, наверное, цветной он есть, но не суть. В общем, у меня белый флизелин, и вот это все тоже становится как-то ярче, мне не понравилось. Я оставила все без флизелина, в конце концов, конечно же, натянула, но попыхтела, посопела, и довольно нелестные у меня в голове были комментарии по поводу этой ткани. Но еще раз скажу, в целом, очень довольна, потому что мне понравилось. Мне понравилась вот эта идея с такими стоячими пин-кипами. Я думаю, что обязательно что-нибудь буду еще подобное делать. Очень удобно. Ну, потому что не хотелось. Очередную игрушку на елку не хочется, а вот так будет отлично стоять и украшать мой рукодельный уголок. Не знаю, правда, в какой сезон, но разберемся. Пока я все равно только потихоньку какие-то такие штучки готовлю. Еще никаких таких выставок рукодельных, всяких этих мелочей я у себя не делаю. Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, друзья, я приняла волевое решение изо всех сил себя. Я стараюсь убедить в том, что оно правильное, и я буду сейчас завершать марафон. Да, это, конечно, не все работы, которые я изначально планировала оформить, как я вам уже сказала, пересчитав их правильно. Работ было приготовлено 7, у меня готово 5. Это, конечно, 5, как бы, самые маленькие, самые, наверное, простые в оформлении работы. Две оставшиеся они и побольше, и посложнее. И вроде бы и время до конца года еще есть, но, есть два больших но. Во-первых, страдает вышивка. Я уже как-то хочется все-таки побольше повышевать и тоже успеть доделать кое-какие именно вышивальные дела. И потом самое главное, помимо того, что нужно оставшиеся две работы оформить, нужно шить, нужно об этом видео снять, видео нужно смонтировать, выложить. В общем, тоже есть такие некие организационные моменты, на которые, конечно же, время нужно будет потратить. А я не уверена, что вот в самые-самые последние дни уходящего года у меня будет на этом действительно достаточно времени. Поэтому давайте на этом мы сейчас остановимся. Я очень-очень довольна, вообще я довольна тем, что собралась силами и оформила работу. И вы знаете, для меня это непросто вышить, пожалуйста, а вот собраться и оформить это достаточно сложно всегда. Плюс я попробовала некоторые новые техники. Это неимоверно прекрасно. Я бы собираюсь, не знаю, сколько бы я еще собиралась, наверное, если бы не этот марафон. Ну и, конечно же, я рада тому, что у меня появились такие классные прикладные штучки. У меня появилось три новых игрушки на елку. Сейчас вот пойду их все обязательно туда-обратно повешу. У меня появилась замечательная косметичка, которую я буду с большим удовольствием пользоваться. Ну и, конечно, я в восторге от этого букетика, от того, как он классно оформился. Ну, скорее всего, это какой-то будет осенний у меня декор. Я в скором времени надеюсь уже закончить приведение своего рукодельного уголка в порядок. И потом, конечно же, с вами всем этим поделюсь. И, наверное, немножко такой будет маленький сейчас спойлер, ну, для тех, кто до конца видео все-таки дотянул, что называется. Я покажу вам те два процесса, которые еще, те две работы, которые я собиралась оформить. И с них я и начну свой следующий год. Да, у меня будет, в планах вам обязательно об этом расскажу, будет небольшой такой марафон, не марафон. Я даже не знаю, как это назвать, но я буду подчищать хвостики, которые останутся у меня 100%. Они уже остаются, я знаю точно, что останутся. В общем, я не говорю сейчас про большие какие-то работы, которые я начала вышивать, не вышила, и они перейдут в следующий год. Нет, это само собой. Я буду подчищать вот с маленькие-маленькие такие хвостики, где осталось тут чуть-чуть, там немножко. И вот эти два процесса тоже, чтобы опять не откладывать это в долгий ящик, чтобы где-то как-то они не потерялись. Я именно с их оформления и начну свой новый рукодельный год. Первой такой работой будет карта сокровищ, которую я давненько обещала детям, еще к прошлому летнему сезону. Но вот я надеюсь, что хотя бы к будущему успею. Правильно, чтобы успеть к лету, нужно начинать шить зимой. Итак, помимо собой работы у меня есть вот такие палочки, с которых, правда, много мусора сыплется, но немножко я над ними еще поработаю. Наверное, уберу вот эти все, не заусенчики, как они называются, ну, в общем, пенечки вот эти от веток, немножко зашкурю. Будут красивые такие держатели, аутентичные. И вот таких два отреза ткани у меня подготовлено на оборотную сторону. И дело в том, что они узенькие. Вот, смотрите, какие классные пальмы, ну, и соответствующая к ним желтая ткань, как это называется, не комплименты. Ну, в общем, вы поняли меня, да? Не помню, забыла умное слово, неважно, вы меня поняли. В общем, обе эти ткани я буду использовать. И так как ширины не хватает, не так, не так, да, чтобы одну брать, просто так сшивать мне не хочется, я попробую заодно здесь, сразу попробую собрать вот эту оборотную часть лоскутной техники. И я подумываю над тем, чтобы сшить полосы. Потому что мне кажется, что вариант вот этот, ну, самый распространенный такой, собирать из квадратиков, он как-то, ну, не знаю, как-то мне не нравится. А вот нарезать полосок, причем разной ширины, и в разнобой их вот так вот сложить. То есть пальмы желтые, пальмы желтые, широкая, узкая, широкая, узкая, ну, как-то вот так. Мне кажется, что должно получиться интересно. Ну, естественно, там флизелин, подкладки, наверное, никакой не будет, потому что я предполагаю, что карта вот так вот будет сворачиваться, да, на эти самые держатели из палочек. И, соответственно, никакого уплотнителя не нужно, просто будет флизелин тут, флизелин тут, и, собственно, я думаю, что этого будет достаточно. Итак, это работа номер раз. А второй будет моя улиточка. Да, она тут, знаете, уже вот пока лежала, беда несчастная, аж помялась, придется опять ее утюжить. Я буду шить панно. У меня есть вот такая замечательная ткань. Я столько вариантов перебрала, но когда увидела вот этот, мне кажется, что это прямо попадание 100%. Значит, кусочек здесь один, по-моему, даже где-то я уже что-то отрезала или не отрезала. Вот какой-то он, наверное, 45, а вот отрезала точно, 45 на 50 или как-то так. Но дело в том, что я прикидывала, его хватает на оборотную сторону, и помимо оборотной стороны я буду делать из него кант. Значит, смотрите, я хочу отступить какое-то, я не знаю, ну вот так вот на глаз, наверное, расстояние от самой работы. То есть, да, будет вот как-то так. И потом пустить вот из этой ткани, ну, по сути, бейку, да, это будет бейка, но просто она будет достаточно широкая. И вот я сейчас попытаюсь как-то это показать, как это все будет, ну, в моих, по крайней мере, мыслях. Это все выглядит очень и очень красиво и интересно. И мне кажется, вот здесь именно желтый, я много вариантов перебирала по цвету, потому что, да, здесь практически все есть, и красный, и синий, и зеленый, и все, что хочешь. Но вот именно желтый, он очень здорово перекликается вот с этими цветочками и делает работу как-то поярче. Синий мне не понравилось, темный как-то слишком так ее зажимает, светлый, да, он здесь теряется. Зеленый, ну, зеленый тоже вроде бы неплох, но мне понравился желтый. Зеленого просто здесь много прям вот таким куском и немножко сливалось. А вот так вот желтый, то есть, посмотрите, будет так, ну, я, наверное, я не смогу сейчас вам никак уголком загнуть, мне просто не хватит ткани, так что будем любоваться пока на одну сторону, то есть, вот приблизительно как-то так, ну, возможно, чуть поуже, то я, конечно, совсем сильно хватила. Но примерно я себе это вижу вот так, то есть, здесь у нас будет работа и такой кант, с обратной стороны будет все сделано, ну, какую-то стежку там, может, сделаю просто для плотности. Здесь, естественно, никакой стежки не будет. Оборотная сторона будет просто такая ткань, и я хочу сделать наверху здесь, знаете, такие тканевые петли, тоже из этой же самой ткани. Я думаю, что вы прекрасно все понимаете, что я имею в виду. Ну, вот, пришел ребенок смотреть, чем я занимаюсь. Ну, знаете, сын оценил, это младший заглядывал сейчас и даже сказал, что нет, он хочет улиточку, чтобы я делала первую, я думала, как-то на карты сокровищ будет больше смотреть, но нет, тоже сказал, что будет учить буковки. Да, английских нам, конечно, далеко, пока русский бы выучить. Вот, ну, значит, на чем я остановилась? На том, как я буду оформлять подвес. Я понятия еще не имею, что будет за подвес и как вообще вот, что там будет. Ничего мне пока не приглянулось из того, что я видела в магазинах, поэтому я хочу сделать вот такие петли, ну, просто, да, вот, сделать, как бы, узенькую такую вот точку пришить. Одну пришить, вторую. Думала сначала еще какие-нибудь пуговками красивыми пришпандорить, но, не знаю, мне кажется, будет вот как-то с этими пуговками не совпадать. А может быть, я посмотрю, у меня же остались там еще какие-то то ли бабочки, то ли кто-то. Может, оттуда возьму пуговицу, не знаю. В общем, буду смотреть, сначала сделаю само вот это все, потому что в любом случае эти петли, я не буду их вшивать в край, я буду их вот так вот, знаете, в качестве декоративных таких, они будут снаружи пришиваться, поэтому думаю, что решу это в процессе. Вот, это то, что касается улиточки. То есть, два моих процесса, которые были подготовлены, но, увы, в этом году им времени не досталось. Тем не менее, надеюсь, что в скором времени, да, в первых видео будущего года вы их где-то уже обязательно увидите. Не думаю, что буду отдельно что-то по оформлению выпускать, возможно, там какие-то вышивальные недели, ну, в общем, или что там. Что я буду снимать, пока не представляю. Но обязательно эти работы вы увидите. На этом буду завершать. Большое-большое вам спасибо. Вы не представляете, какой для меня, да, для кого-то просто взять о форме, для меня это просто, наверное, наравне. Не, вот я горжусь, сейчас уже время, конечно, подводить итоги. Я горжусь, конечно, двумя димовскими голдами, которые вышила, оформила, подарила, всё это, знаете, прям я мысленно себе ставлю памятник. Это вот самое такое большое достижение этого года. И, ну, вот, наравне с ним я сейчас готова признать достижением то, что я, в принципе, хотя бы что-то стала оформлять, что я перестала так панически этого бояться. Ну, и, знаете ли, даже получается-то очень даже неплохо. Так что результаты мне тоже вполне-вполне довольны. Вам всем огромнейшее спасибо за поддержку, за интерес. И до встречи в следующих видео. Пока!